В турецком Самсуне стартовали 23-летние Дефлимпийские игры. Это соревнования для людей с нарушениями слуха. Харьковскую область на них представляют 22 спортсмена. Они выступят в баскетболе, спортивном ориентировании, плавании, дзюдо, греко-римской борьбе и легкой атлетике. На прошлой Дефлимпиаде сборная Украины заняла второе командное место. Здравствуйте, это спортивный интерес, только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Харьковская прыгунья в высоту Екатерина Табашник выиграла соревнования в своем секторе на международном легкоатлетическом турнире в финском Лапенлахте. Сделала это представительница харьковского «Динамо» с новым личным рекордом – метр и 92 сантиметра. Эта высота покорилась подопечной Виктора Бондаренко и Леонида Переяславца со второй попытки. Отметка является нормативной для присвоения спортивного звания мастер спорта международного класса. В польском Быдгоще завершился молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике. Единственную медаль Харьковской области принесла Марина Килипко, которая представляет общество «Динамо». Подопечная Виктора Шевцова планомерно дошла до отметки 4 метра 40 сантиметров, которую взяла со второй попытки – 4,45 с первой. К этому моменту в секторе она осталась с глазу на глаз со швейцаркой Анжеликой Мозер, которые в итоге покорились 4,55. Марина начала на 5 сантиметров ниже, сделала неудачную попытку, а две перенесла на 55, но и их потратила без результата. В итоге Мозер первая, Килипко вторая. С личным рекордом 33 минуты 44,13 секунды 10 тысяч метров пробежала Марина Немченко. Это дало ей пятую строчку в протоколе, до призов не хватило 11 секунд. На пяти километрах ученица Евгения Башко замкнула десятку участниц. Лилия Клинцова в секторе для прыжков в высоту все отметки брала сходу, но остановилась на метре 84. Алина Калистратова бежала 200 метров и остановилась в шаге от финала, оставшись на девятом месте. Ярослав Исоченков в тройном прыжке не сумел преодолеть квалификацию, улетев в лучшие попытки на 15,56. Після Олімпійського ріку, після Ріо, ми взагалі трохи було заплановано омолодити команду. І нам це вдалося, і ви це бачили з самого першого старту, як зимовий чемпіонт Європи в Білграді. У нас було там із 30, здається, двох осіб було 10 абсолютних дебютантів. А взагалі половина команди – це віку молодежного віку. І всі медалі, п'яті було в Білграді, і крім Олесі Повки, яка вже є такою зрілою атлеткою, всі інші атлети – це ось молоді, яка зараз привезла на медалі із чемпіонату цього. Тому це, звісно, дуже радує, що в нас є резерв, і в нас є з ким йти в Токіо. С вашого позволення вернусь в сектор для прыжков в висоту. Здесь первими стали две києвлянки. Ірина Геращенко з результатом 1,92 м заняла вторе місце. Юлия Левченко прыгнула личний рекорд – 196. Причем сделала це, як і на всіх предыдущих висотах, з первої попытки. І стала чемпіонкой Європи. Я почала сезон з таких стартів, де стрибала дуже сильніми стрибунками. І мені було вже десь легше, тому що якісь вже висоти для мене, такі як 1,94 м, вони проходили, піднімали вищі тіж 96-97. І я не боялася, я пробувала, десь відчувала, що не саме там на наступному старті, але колись ця висота підкориться мені. І просто на чемпіонці Європи молодіжному все склалося, було дуже багато факторів, які мене мотивували. Ще два золота Україні принесли Некопольчанка Алена Шамотина в метанії молота 67-46 і прыгун в длину із Бердичева Владислав Мазур 8-04. Помимо этого на счету українців три серебряные і четыре бронзовые награды і четвертое місто в медальному зачете после Германии, Британии і Польщі. Тим временем в столиці Кенії, Найроби, прошел юношеский чемпіонат мира по легкой атлетике. Здесь Харьковську область представляли две семиборки – Татьяна Билык і Дар'я Диханова. Начали вони дуже робко і після первого дня, за котре відсоревновались в четырех видах, займали 10 і 11 строчки по сумі очков. Прыжки в длину і метання коп'я теж не добавили настроєння ні самим дівчонкам, ні їх поклонникам. А вот в заключительному виде – біги на 800 метров – обі показали себе во всей красі. Диханова лідувала всю дистанцію, Билык держалась рядом, а на последній стометровці обошла подругу по команде. Наші дівчі фінішували первими і улучшили свої позиції в итоговому протоколі, но не кардинально. Диханова стала 10-й, Билык – 12-й. Дівчата рівно пройшли, вони майже показали тей результат, який показали на відбіркових змаганнях. Їм було важко, для них це був взагалі перший виїзд за кордон. Вони не виступали в матчів, в зустрічах ніде, так що я думаю, що багатоборці показали свій рівень результату, який вони могли показати. Перший день багато спортсменів були розгублені, бо країна така зовсім не схожа на нашу, і для них все нове. Але на другий, третій день вони вже більш-менш адекватно реагували на те, що навкруги, і орієнтувалися непогано. І тут обращу внимание на сектор для прыжков в высоту среди девушек, тому що в нём наметилась положительная для України тенденція. Їе підтвердила Ярослава Могучих із Днепра. Виграла чемпіонат мира, она вже на высоті 1,87 метр, але потім заказала фантастичний для її возраста 192 і взяла эту планку со второй попытки. Це на 10 сантиметрів выше ближайшей преследовательниці. В трамвайних остановках – где-то полгорода. Це дуже багато значить для мене. Я выступаю за свою страну і голода за це, що я змогла показати достойний результат. Я, конечно, хочу попасть в Токио на Олимпийські ігры в 2020 році і надеюсь, що все получится. Але у мене ще перед цим чемпіонат Європи юношеский. 16-летний Михаїл Кохан із Запорожжя принес Україні второе золото в метанні молота. Плюс серебро, две бронзы і Україна – дев'ятое в мире среди 18-летних. Хотя именно 18-летних в її составі було немного. В основному – младше. Харковські мастера лёгкой атлетики потягались на местному уровню, участвуя в 10-километровом кроссе на трассі в Черкасской Лозовой. На 10-ти кругах получилось де-факто почти десятка с половиной. Абсолютний зачёт выиграл Дмитрий Поживилов із Чугуева. С результатом 43 минуты і 3 секунды. На 9 секунд отстал сумчанин Виталий Ивах. Андрей Повелко із Харькова стал абсолютно третим, но победил в своей возрастной категории до 39-ти лет. Женщины бежали дистанцию вдвое короче, и на ней выиграла ученица первого училища физической культуры Тамара Северьянова с временем 27-25. Опытная харьковчанка Ольга Донченко стала второй, чемпионка юниорской Украины в беге на 800 метров Дарья Вдовиченко – третий. Ещё одна ученица Валерия Поливанова – сестра победительницы Любовь Северьянова – в абсолюте четвёртая, с чем и отправилась покорять юношеский олимпийский фестиваль в венгерском Дьоре. В Португальской Анаде стартовал чемпионат Европы по велогонкам на треке среди юниоров и молодёжи. Харьковскую область – первое училище физической культуры и общество «Динамо» на нём будет представлять Владислав Денисенко. Ученик Сергея Телицына и Мария Зарванской примет участие в четырёх личных дисциплинах по юниорам – спринте, кейрине и гите на тысячу метров, а также в командной гонке. В молодёжном разделе будет гоняться ещё одна харьковчанка – Елена Старикова. В Черновцах прошли два главных национальных старта по виду велоспорта «Маунтинбайк». Представительница Харьковской области Ирина Попова, будучи действующей чемпионкой Европы в скоростном элиминаторе, отстояла первое место и в Украине. В финале её ближайшей преследовательницей и серебряным призёром стала ещё одна воспитанница Романа Коробова, новоиспечённый мастер спорта Наталья Красильникова. В мужском элиминаторе из харьковчан выше всех забрался Виктор Водолага, он бронзовый призёр. В олимпийском кросс-кантри среди юниорок первенствовала студентка первого училища физической культуры Мария Шерстюк. Она быстрее всех проехала четыре круга по пять километров. По юниорам Том Рега и Антон Буклей проехали 25 кило, со вторым и третьим результатом соответственно. Среди мужчин Александр Коняев на 30 километрах максимально близко подобрался к призам, но проиграл полминуты бронзовому Тимуру Русии. Женский кросс-кантри выиграла украинская прима этого вида. Лидер Кубка мира – волынская гонщица Яна Беломоина, Попова – третья. В младших юношах медальным дублем отличился Илья Рыбин. Он второй в элиминаторе и третий на восьми олимпийских километрах. Мы его специально не форсируем, не даем ему хороший инвентарь. Он у нас реально ехал сейчас в заезде в иллюминаторе. Все ехали на карбоновых велосипедах, а у него был обычный, самый простой велосипед «Маскот». Ну, самый дешевый, можно сказать. И он, можно сказать, что там разрывал. Если сравнивать все года, прошлые, то я доволен. У нас достаточно подросла молодежь. Мы закрепились, скажем, уже подпихиваем тех людей, которые всегда были наверху и уже стоим возле них близко. Касаемо иллюминатора, это наш, как бы, конек харьковский. Мы там вообще, можно сказать, что подразорвали. В конце месяца в итальянской коммуне Дарфа Буарио Терме состоится чемпионат Европы по всем дисциплинам маунтинбайка, кросс-кантри, эллюминатор и эстафета. Харьковскую область в разных возрастных категориях представят Попова, Водолага, Коняев, Игорь Скобеев, Рего и Олег Перепелица. В Харькове и его окрестностях состоялась шоссейная веломногодневка в рамках пятого по счету мемориала Виталия Резвана. Соревновались ветераны в четырех мужских возрастных категориях и одной женской, а также любители. Вопрос о победителе в самой быстрой номинации от 35 до 44 лет был открыт до последнего из четырех этапов. Пролог выиграл харьковчанин Алексей Кочин, в следующих двухгрупповых гонках победил признанный впоследствии самым активным гонщиком дончанин Денис Батюхов. Но разница между ними перед заключительной группой на бульваре Богдана Хмельницкого составляла 4 секунды и фактически судьба главного трофея решалась именно на этих 25 кольцах. Алексей сильный спринтер, в принципе у меня тоже неплохой финиш, и я с ним боролся в основном на финишах в предыдущие два дня. И подобрал удачную тактику, в принципе предыдущие два дня были более удачными, скажем, я у него выиграл. Было сложно, плюс он находится в составе команды, и ребята вели командную борьбу. Их там было несколько человек, то есть я один против них боролся, ну было своего рода интрига в этом плане. Стартовав в сильнейшем заезде, лидеры генеральной классификации отъехали от пелотона не сразу, потому что украинские ветераны шоссейного велоспорта хоть и в летах, но дело свое хорошо знают. И тем не менее, большую часть дистанции Кочин и Батюхов проехали в отрыве от группы, третий с ними круговой. Как минимум за 10 кругов до финиша стало ясно, что как и в предыдущие дни результат определит финиш, и на заключительном участке победу вырезал Кочин, который в итоге стал не только победителем этапа, но и всей многодневки. Изначально так не планировал, ну так, так сложилось, что уехал в отрыв со своим самым главным соперником на этих соревнованиях, ну и у нас такая получилась дуэль, которую мне повезло выиграть. В принципе для меня все сложилось удачно, мы ехали ровно, ну поначалу было, вначале было тяжело, когда момент отъезда, а потом уже ровненьким темпом работали друг друга не раздергивали, и на финише, в принципе у меня финиш неплохой по равнине, все сложилось в мою пользу. Самую младшую возрастную категорию выиграл киевлянин Игорь Еременко. Номинацию 45-54 еще один столичный гонщик Григорий Ищенко. Среди женщин первенствовала Илона Шевченко из Лимана. Среди тех, кто старше 65-ти, первым стал Валентин Тидоренко из Кропивницкого. Харьковчане сделали медальный дубль в возрасте 55-64. Александр Бурун получил золотую медаль, Станислав Титаренко – серебряную. Если молодежь не будет смотреть на нас, на мастеров, которые действительно гоняются, им сложно будет что-то понять. Я так они смотрят. Я их попросил сегодня взять ветру, поднести этот вираж. Они с удовольствием это делают. Поэтому как бы у них есть на кого равняться, он не будет расти и выступать в соревнованиях. По окончанию мемориала Виталия Резвана гости не разъехались, а провели еще соревнования по критериуму – гонки с промежуточными финишами. Здесь Батюхов отыгрался у Кочина и стал победителем. Возрастных групп было больше и от Харьковской области свои номинации выиграли Бурун и Титаренко. Андрей Дубинин и Олег Тимошенко получили серебряные награды. Тем временем французский Бордо принял чемпионат Европы по гонкам на велосипедах BMX. В элитном дивизионе Харьковскую область представлял купянчанин Владислав Сапожников. В предварительных мото-заездах он стартовал с гонщиками из Швейцарии, Франции, Латвии, Чехии и России и неизменно финишировал на седьмой позиции, а для отбора нужно было заезжать в четверке. Тоже киевлянин Игорь Гордон. Причина неудачи – непривычный для украинских рейсеров электронный старт. У нас они начинают гонку с механических ворот. Еще один купянчанин Александр Щербак выступал по 16-летним и в квалификации трижды был четвертым, получив пропуск в одну восьмую финала. Там он финишировал на седьмой позиции и потому закончил выступление. 10 августа начнется чемпионат Украины по футболу среди женских команд, который перешел на систему осень-весна. В новом сезоне высшей лиги сыграют 10 клубов, в том числе два харьковских жилстроя. Новшества такие. Последняя по итогам чемпионата команда перейдет в первую лигу впервые спустя 20 лет. Также планируется, что с этого сезона в высшей лиге будет три замены, а в первой – пять. Победитель прошлого первенства «Жилстрой-2» в конце августа сыграет в лиге чемпионов. Футбольный клуб «Гелиос Харьков» стартовал в новом сезоне первой футбольной лиги Украины. Начинала команда Сергея Сизихина в селе Заря Саратского района Одесской области против местного клуба «Балканы». На много обновленный состав «Солнечных» игровые связи нашел быстро. В середине первого тайма Виталий Субачев заработал пенальти, а Сергей Кравченко реализовал 11-метровый удар. В конце тайма он мог оформить дубль. Голкипера хозяев выручил защитник на линии ворот. По тому же сценарию гости забили и второй гол. Середина тайма, пенальти, теперь за игру рукой. Кравченко бил дважды по просьбе арбитра и оба раза забил. Всего получилось 2-0. Победный старт для «Гелиоса». Мы довольно-таки преодолели большое расстояние. Наша задача была после дороги восстановить ребят. Поэтому нашли в себе силы. В принципе, провели неплохую игру, создали не скажу, что много. Хотелось бы намного больше голевых моментов. Но в принципе, я доволен действиями игроков на футбольном поле. Первый домашний матч сезона «Солнечные» проведут на «Гелиоса-арене» в 16.30 субботы. Начал сезон в группе Б второй лиги и харьковский металлист 1925. Футболки, как ни странно, белые. И тоже на выезде с командой «Днепр-1». Единственный гол в игре забили хозяева на 27-й минуте. Олег Кожушка в контратаке замкнул прострел с фланга. «Днепр» давил и во второй половине, но, увлекшись атаками, в концовке матча мог пропустить. Харьковчане вывели один на один с вратарем Ярослава Дегтяренко, но он пробил мимо ворот. 0-1. Металлист начал с поражения. Проблема была сегодня в Чередниченко, потому что человек опытный, человек может направить нашу молодежь где-то подсказать, где-то прикрикнуть. На поле нужны лидеры. В этом плане для нас потеря Чередниченко была более весомая и я думаю, что она сказалась на игре. Следующий матч «Металлист-1925» снова проведет на выезде в субботу против команды «Мир» из Горностаевки Херсонской области. На тренерском мостике Харьковской команды баскетбольной суперлиги «Политехник» произошла замена. Вместо Валентина Кулебабы главным тренером стал Тимур Арабаджи. В прошлом сезоне он выступал в качестве играющего наставника и капитана политехников, а тренерской работой занимался со студенческим составом НТУ ХПИ. Все привычно, даже отчество баскетболистам учить заново не нужно. Тимур Дмитриевич – чемпион мира по стритболу, победитель конкурса трехочковых бросков в матче звезд Суперлиги и лучший игрок высшей лиги 2011 и 2012 годов. Символично, что должность главного он занял после защиты кандидатской диссертации, тема которой касалась именно таких случаев. «Я писал в своей работе о формировании готовности спортсменов к профессиональному самоопределению после спорта, потому что часто спортсмены занимаются сугубо спортивной деятельностью и по ее окончании очень сложно взять выбор в новой профессии. Поэтому этому была посвящена моя работа, она получила признание». Уже бывший главный тренер Валентин Кулебаба отдел не отходит, он будет управлять работой клуба от массового детско-юношеского баскетбола до профессиональной команды Суперлиги. В столице Венгрии стартовал чемпионат мира по водным видам спорта, который продлится до конца месяца. В относительно новом виде программы хайдайвинге, который входит в программу чемпионатов мира третий раз, Украину и Харьковскую область представит бронзовый призер Пекинской олимпиады по прыжкам в воду Алексей Пригоров. Теперь подопечный Владимира Молчанова соревнуется в прыжках с 27-метровой вышки в самом скоростном и экстремальном виде прыжков. Сборная Украины по синхронному плаванию в Будапеште представлена воспитанницами Харьковской школы этого вида спорта. Анна Волошина завоевала для Украины первую медаль на чемпионате бронзовую в техническом соло, получив без малого 92 балла. Серебро у испанки он и карбонел. В паре с Елизаветой Яхно Волошина добыла для страны и Харьковской области вторую бронзовую награду и шестую аналогичную для себя в карьере. Украинки стали третьими в финале технической программы дуэтов. Серебро у китайской пары, которая опередила Украина к менее чем на полтора балла. В групповых выступлениях сборная Украины остановилась от призовой тройки на расстоянии восьми десятых очка. В составе были Волошина, Яхно, Марина и Владислава Алексеевы, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Анастасия Савчук и Ксения Сидоренко. Впереди у синхронисток произвольные программы. А начался чемпионат мира, заплывав на длинные дистанции в открытой воде, где Харьковскую область представляли два старожила сборной. На пяти километрах Игорь Червинский и Игорь Снитко не составили конкуренции лидерам, финишировав соответственно на 27-м и 39-м месте. Выиграл пятерку француз Марк Антуан Оливье, который одолел дистанцию за 54 минуты 31,4 секунды. Десятку в Будапеште выиграл голландец Ферри Виртман, который выплыл из часа 52-х. Червинский финишировал на 34-й позиции, Снитко стал 43-м. В Запорожье в то же время прошел чемпионат Украины по классическому плаванию среди элиты и молодежи. Для Харьковской области большой медальный иконостас собрала Марина Колесникова. Подопечная Владимира Рязанова выиграла взрослые 100,200 на спине, в молодежном протоколе стала второй на полтиннике, 200 метрах вольным стилем и третий на 400 и 800. В последних двух дисциплинах серебряным призером стала Валерия Тимченко, а Элина Месоедова получила молодежные золото и серебро. Дарья Степанюк первенствовала на полтиннике кролем, Илья Тесленко стал серебряным на 200 комплексом, Никита Оберемок получил молодежную бронзу на спинной дистанции 50 метров. Михаил Киселев на двухсотке вольным стилем выполнил норматив мастера спорта. В Иерусалиме прошли шахматные соревнования серии Маккабия. В двух гроссмейстерских круговых турнирах приняли участие харьковские шахматисты. Александр Моисеенко в подгруппе А занял второе место. Он набрал 6,5 очков из 9 и проиграл только немцу Георгу Майеру. В подгруппе Б Анна Ушенина с шестью пунктами тоже стала второй, отстала на бал от израильского гроссмейстера Таля Барона, но опередила мужскую восьмерку участников. Женская теннисная ассоциация опубликовала новую версию рейтинга по итогам завершившегося уимблдонского турнира. Лучшей теннисисткой Украины по-прежнему остается харьковчанка Элина Светолина, хоть она и опустилась с пятого на шестое место. Сильнейшей теннисисткой мира впервые в карьере стала Каролина Плишкова из Чехии, на счету которой, между прочим, ни одной победы на турнирах серии Большого шлема. На уимблдоне она выбыла во втором круге. Перед стартом на последнем сезоне турнире Большого шлема US Open Светолина сыграет на двух соревнованиях серии WTA Premier 5. На Роджерс Кап в Торонто Элина приедет в третий раз. В прошлом году она вышла в третий круг, где в упорном трехсетовом поединке уступила немке Ангелик Кербер. В Сенцинате Светолина будет стартовать в четвертый раз. Свой лучший результат она показала в 2015 году, когда стала полуфиналисткой. Завершит американскую серию турниров Элина открытым чемпионатом США, где выступит в шестой раз. В прошлом году Светолина уступила в третьем круге Петри Квитовой, и пока что этот результат остается лучшим для нее на кортах US Open. 14-летняя воспитанница Харьковского клуба Уникорт Дарья Лопотецкая выиграла львовский международный турнир ITF Juniors третьей категории среди игроков до 18 лет, в котором принимали участие теннисисты из 20 стран мира. В финале Лопотецкая, получившая от организаторов Wildcard, переиграла Нину Альяновскую из России 7-6-6-1. Вообще, по ходу турнира Харьковчанка проиграла всего один сет, который пришелся на второй круг против киевлянки Дианы Ходан. Одиночный титул во Львове стал для Даши вторым в карьере. В конце июня она выиграла турнир четвертой категории в Дании. За победу на Lion Cup Лопотецкая получила 55 очков в зачет юниорского рейтинга ITF, благодаря которым дебютирует в топ-300. Что касается парных теннисных турниров с участием харьковчан, то Марина Чернышева выиграла 15-ти тысячник ITF в сербском Прокупле. Вместе с напарницей они играли финал против американо-чешского тандема Натали Сукка-Тержина-Ванькова и в основное время победителя не выявили 3-6-6-4. На чемпионском тайбрейке победа досталась тандему с украинкой в составе 10-4. Еще один уникортовец Владислав Орлов и Дмитрий Хатков парой вышли в полуфинал 15-ти тысячников в Египте, где проиграли первой паре турнира из Италии Джулиан Аклепа Андреа Вавасория 6-7-5-7. Тем не менее Владислав установил личный рекорд в парном рейтинге. В Ивано-Франковске состоялся Кубок Украины по стоклеточным шашкам. Представительница Харьковской области Юлия Макаренкова во всеми турах набрала 11 очков и стала победительницей женского турнира. Еще одно золото она завоевала в составе Харьковской команды. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится.